ребят всем привет сегодняшнее видео будет посвящена данному автомобилю это nissan премьера с 99 по 2000 как он там 3 4 вот по моему то есть кузов p11 частности сегодня коснемся коробки значит проблема на данном автомобиле в том что начало закусывать коробку то есть едет едет а потом как будто на квадратных колесах как бы машина перекатывается ну то есть притянули главное когда тянули когда крутится только скажем так дифференциал первичный вал видимо у нас тут где-то замешан крутим крутим об и заклинил вал по и заклинил значит автомобиль с двигателем 16 насколько я знаю коробки с 16 и с 18 здесь идут конусные подшипники на вторичном валу на двушки идет получается шариковый да и здесь крышка чуть повыше должна быть тогда ее надо снимать для того чтобы снять стопор для того чтобы у нас система вышла здесь же просто откручиваем по кругу 12 болтов на 12 и подрываем вот за вот эти участки вот здесь вот подбиваем аккуратненько чтоб не разломать подбиваем снимаем левую половинку берем вот такую мягенькую с мягкого металла проставочку из трех сторон подрываем так вот так вот видим у нас образовался определенный зазор снимаем здесь у нас все должно выходить без проблем чуть-чуть с проворотиком атака да конечно масло здесь было видим отличное в кавычках конечно же все черное смотрим что у нас тут это у нас часть отсюда так но разбираем по идее нужно вот это вот вытягиваться ось наших вилок сейчас если передача зажата он так вот и и вытягиваем здесь одна ось на все три вилки здесь вот в торце видим отверстие и там внизу стоит пружинка подпирающая кверху и теперь аккуратненько выводим в сторону вилку 5 передачи задней здесь аккуратно вот присутствует у нас сухарики вот видим да чтоб вы не потеряли сразу откладываем сторону проверяем здесь вот пластиковые такие у нас лапки чтобы они были целыми невредимыми затем извлекаем 3 4 передачи тоже сухарик на месте так здесь у нас извлекаем шестерню включение задней передачи все откручиваем 3 болтика сухарик сразу чтобы не потерялся еще и откручиваем 3 болтика на 10 раз два три извлекаем механизм передачи так извлекаем также с вилкой 1 2 передачи и смотрим здесь у нас под штоком включения всех передач такая тоненькая пружинка здесь же подпирающая такая более мощная шток выбора передач которую здесь от нижней видим под ним находится шарик вот он шарик но и он в этой втулке скажем так так значит откручиваем 3 болта фиксации подшипника первичного вала извлекаем два вала вместе готова значит дифференциал у нас крутится легко ничего не хрустит не гудит так как без масла свой определенный шум есть ну и вот на вторичном валу так как и было предположение видите что у нас с этим конусным подшипником вот такие аж страшные раковины для антишот сепаратором видимо уже ролики наезжали на сепаратор и тем самым и клинило это все дело все проверяем верхний верхнего есть некие задиры но не столь криминально также смотрим обойму обойма тоже побита ее тоже под замену так и обойму верхнем подшипники данная обойма гладенькая никаких претензий к ней нет все получается поменять вот этот подшипник и все будет в ажуре подшипник лишь первичного вала целенький никаких побитостей ничего здесь нету все отлично все вся причина лишь в этом одном подшипники меняем и собираем смотрите так как тут у нас нету совершенно зазора и съемнику не за что уцепиться поэтому придется за вот эту вот обойму подрывать предварительно чуть-чуть обойму прогрею и буду при помощи зубилой молотка пытаться подрывать наружную обойму сепаратор то есть я вот полгоручка резанул естественно спокойно разогнул и извлек если есть съемник который плотно скажем так прижимают лапки можно уцепиться залпит вот наружную ребро за наружное ребро которого меньше и пробовать вытягивать если съемника нету попробуем сейчас при помощи молотка и зубила вот это дело извлечь в общем пришлось прибегнуть помощи болгарки так наискосок подрезали теперь она уже начало вращаться теперь тонкими отвертками поддеваем и спрессовываем уже пошло спокойно извлекает большая проблема у нас составит лечение внутренней обоймы которая у нас кожухи и нету у нас с обратной стороны место для того чтобы выбивать плохое место скажем так в данном случае приходится прибегать к радикальным мерам и вкручиваем обратный молоток будем купаться так предварительно налили воды вниз чтоб не спалить пластиковые фигню все элементарно в общем пока везут подшипник занимаемся мойкой корпусов и всех составляющих вот такой вот она у нас от качественного масла такое после мойки так после мойки корпусов привезли подшипник подшипник здесь у нас конусный под номером видно до hr 32 205 фирмы и носка стоимость его на сегодняшний день 19 год январь месяц 260 гривен значит нам необходимо наружные обойма вставляем берем оправочку центруем и запрессовываем но не забываем за то что у нас здесь вот такая канителька лежала вот она пластиковая здесь и вот такая типа леечки видим здесь грубо говоря для смазки по моему 5 передачи внутри вала вторичного вала есть отверстие здесь нашей большой шестерней дифференциальной закидывает масло в эту леечку через эту леечку отсюда устекает здесь по валу идет идет и выходит сейчас будем собирать уже глянем более точно куда она выходит все после того как установили пластиковые вот эти наши штуки запрессовываем обойму берем оправку необходимого диаметра и смотрим стараемся без перекосов все до звона на всякий случай еще тряпочка обворачиваем несколько слоев чтобы зафиксировать наш вал все сильно не зажимая так берем оправку кусок трубки или ну я не говорил головки семен это для тебя то есть головку не берем инструмент не портим до упора тоже центруем главное чтобы не было перекосов проверяем все это упора слышим звякнуло отлично так значит прежде чем устанавливать наш дифференциал на место берем масло которое будет заливаться в коробку и смазываем немножечко обоймы скажем так не на сухую было есть есть и сальник первичного вала тоже немножко вот эту кромку смазать здесь отлично кидаем подшипники как я говорил ранее здесь хорошие никаких претензий к ним нету ставим на место аккуратно пальцы не прибивайте так отлично теперь снимаем наш вторичный вал соединяем их и также опускаем вместе в паре первичной со вторичным на свои места аккуратненько чтобы не повредить сальник опускаем свои места все отлично далее прикручиваем три болта обратно фиксации подшипника первичного вала так значит болты которые находятся у нас внутри коробки желательно всегда садить на фиксатор резьбы ну как если вы крутится хоть один из болтовый попадет под вращающиеся детали сами понимаете что может быть в нашем случае еще очень повезло что не размолотила подшипник и не разорвала корпус последствия могли быть вполне плачевными так значит что перед тем как устанавливать механизм выбора передач не забываем устанавливать наши пружинки значит тоненькая пружинка ставится сюда где будет у нас основной штук всех вилок и сюда ставим вот эту колбочку помним металлическую до кидаем шарик который пытается сбежать и кидаем пружинка которая у нас помощнее значит вилка включения 1 2 передачи легче будет ее попасть скажем так сразу вот сюда вот заводим вставляем вот здесь выравниваю в рядочек все потому как у нас вот так отлично все и здесь не забываем устанавливать наши сухарики вот так вот сухарик сразу попадаем на место все значит также наши этих 3 болтика крепления механизма выбора передач немножко на фиксатор резьбы закручиваем так значит здесь уже скидываем все у зажато закручено пока намазываем обезжириваем предварительно обе половинки чем-то растворителем там и т.д. и т.п. намазываем герметиком даем ему буквально 3-5 минут постоять за это время до собираем нашу конструкцию значит что нам необходимо видим что 1 2 передачи сразу вставили вместе с механизмом так удобнее будет затем вставляем 3 4 не забываем за наши сухари попадаем на муфту включения передач и затем аккуратненько заводим от сюда все попали поближе покажи он они сухари вот они должны четко попадать на свои лапки и то же самое производим с вилкой включения пятой передачи не забываем за наш сухарик а по все вскочила затем вставляем шестерню задней передачи при установке шестерни заднего хода обращаем внимание есть вот такая шайба проставочная она ставится сверху ограничивающий ход задней передачи после чего устанавливаем основной штук аккуратненько всех вилок включения передачи все до упорчик берем нашу левую половинку и установлен на место также предварительно все наши обоймы под подшипники смазаны все все попали и теперь в обратной последовательности все закручиваем все болты наши по порядку усилия момент затяжки здесь в районе 3 3 2 килограмма то есть 31 33 ньютон на метр зажимаем нашу сборку коробки окончили если будете вдруг снимать эту крышку здесь стоит дистанционная шайба которой регулируется на тях подшипника то есть это даже надо проверять если вы меняете подшипники осевой люфт ну в общем то проверяем включение всех передач значит сюда вставляем что-то какой-то усилитель значит вот крутится у нас смотрим легко лось и стоят да так включает первое крутится вторая крутится третья видимо быстрее идет крутится но усилия увеличивается четвертая крутится так пятая включил тоже крутится видно уже быстрее крутится этот полосевой и задняя до включить бывает на зуб попадает о задняя есть в обратку поехала все все передачи включается все отлично значит что коробка не дешевое удовольствие точнее запчасти на эту коробку поэтому стараемся следить за качеством масла за своевременной замены также за уровнем обязательно на уровень у нас влияют допустим основных три сальника сальник штока выбора передач здесь он сухой видим сухонько и полуосевые сальники то есть периодически заглядывайте под автомобиль и следите в общем таким образом осуществляем переборку данной коробке данном случае у нас проблемный был подшипник вторичного вала вот он его ролики если кому интересно можно поближе посмотреть вот такие вот они вот в остальном же у нас все нормально все в порядке с остальными подшипниками и сальник в общем ребят кому видео было полезным не забываем за лайки подписываться только видосов у коробкам у меня есть все всем удачи всем пока спасибо